Всем привет, дорогие мои! Я Янис, это мой блог о книгах, смыслах них и за их пределами. И сегодня я тут с вами не одна, а со своими фаворитами осени. Мои фавориты. Не такие, конечно, как у Екатерины, но что-то в том духе. Почему я решила снять это видео? Дело в том, что если вы следите за моим контентом, то видите, что сейчас мне не очень до съемок, не очень до чтения, не очень до чего, потому что ремонт, ремонт, дело тонкое, и делается он сложно, и отнимает кучу времени и сил. Поэтому я не давала на своем канале никакой отчетности по прочитанному почти всю осень. Хотя, конечно же, я читала, у меня много чего интересного накопилось для вас, но не было времени это снимать. И я решила вместо такого прочитанного сделать блогерский такой заход, буктюб, сделать такой лайфстайл блогерский заход и рассказать вам просто про мои фавориты этой осени. Это будут и книги, и какие-то предметы, и какие-то вещи, и какие-то дополнительные интересные штуки, которые происходили и которые я запомнила. И даже немножечко распаковки подарков от одной моей приятельницы, которая приехала в гости и привезла, конечно же, книги в подарок. Так что предлагаю вам усесться у экранов поудобнее, расположиться, так сказать. Обязательно поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, заглядывать ко мне в телеграм, инстаграм и на бусте за дополнительным книжным контентом. Ну и поехали! Фавориты осени. Обычно блогеры в своих фаворитах упоминают какие-то уходовые средства, косметику, какую-то одежду. Но мне кажется это все, конечно, интересным, но не для меня. Не совсем про меня, не совсем про то. Какие-то у меня другие немножко фавориты. И первым лотом в нашем сегодняшнем выпуске будет фаворит почти как в капитал-шоу «Поле чудес» грибочки. Ребята, этой осенью, наверное, не знаю за сколько лет, может быть, последний раз я грибы собирала в лет 13. Это было очень давно. Как-то мы в семье ездили за грибами, за опятами. И позабыто это было чувство мною. И что-то как-то с тех пор как-то не доводилось собирать грибы. Но эта осень совсем не такая. И она запомнится мне именно сбором грибов, которых мы собирали очень много в разных местах. Вот доказательства. Сами собирали, сами мариновали, сами и съедим, знаете ли. Не заржавеет у нас. Если что, ребята, тенденция такова, если посмотреть новости, да, что как бы нужно быть готовым ко всему. И если что, лес прокормят. Теперь я это знаю наверняка. Кто этой осенью так же развлекался, как и мы, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Кто не развлекался, тому очень советую запланировать развлечение по походу в лес за грибочками на следующую осень. Если, конечно, нас всех к тому моменту не накроет ядерная зима, апокалипсис или что-нибудь такое. Но в любом случае апокалипсис за грибочками переживать намного веселее. Картошечкой за шкварочками. Такой вот, ребята, первый фаворит. Ровно из той же оперы, оттуда же произрастающей, из осени, из опыта именно этой осени этого года, фаворит, это катание на велосипедах. На велике я каталась очень давно. Я на нем умею кататься, но как бы стабильно, долго, по каким-то сложным дорогам, по населенным пунктам, где ходят люди, ездят машины, я не каталась очень давно. И вот в этом году мы поехали в Пушгоры. Видео, о которых будет в ближайшее время или не ближайшее, точно вам сказать не могу, но в любом случае подписывайтесь и следите за обновлениями. И там мы взяли на прокат советские, абсолютно такие дедовские велосипеды. Спойлер! Если вы собираетесь в Пушгоры на своих двоих, то без велика там делать совершенно точно нечего. Велики на прокат там стоят довольно дорого, хотя они этих денег не стоят абсолютно, потому что это такие старые дедовские велики ни о чем. На них вообще довольно опасно ездить, я бы даже сказала, потому что там нету никаких свето-возвращающих элементов, адекватных тормозов. В общем, все очень странно. Но даже наличие таких великов все равно придает путешествию, именно вот конкретно тому путешествию, в котором мы были. Наличие даже таких великов придало какой-то свой очаровательный шарм. И очень, конечно, запомнилось, потому что ездили мы и днем, и вечером, и по лесам, и по полям, и где только не ездили, на большие расстояния. Все Пушгоры объездили во все Тригорские, там, Михайловские и другие поместья. Все пушкинские места посетили. В общем, было круто. Даже несмотря на то, что в великом много вопросов и претензий. Об этом я буду рассказывать позже в выпуске именно про поездку в Пушгоры. Все равно катание на великах — это топ. Конечно, после этого захотелось тоже приобрести свой велосипед, уже городского типа, с корзиночкой, со всем вот этим вот, и гонять по городу исключительно на велике, потому что это быстро, удобно, комфортно, красиво, в конце концов. Так что велики — это тема. Всем советую, если вы еще не. Давайте, раз уж речь зашла про Пушгоры, то поговорим немножко и о них, и перейдем к следующему фавориту. Ну, если будем говорить про книги, то, конечно же, пусть будет книга-фаворит. Их две — это «Довлатовский заповедник» и «Пушкинский Евгений Онегин». «Довлатовский заповедник» был написан прямо в Пушгорах. Довлатов был экскурсоводом в этих местах. Он там жил какое-то время. Его лирический герой, в котором много узнается именно самого Довлатова, в произведении «Заповедник» описывает весь свой опыт работы в Пушгорах, любви к Пушкину, собственных переживаний в советский период жизни Довлатова. Если вы еще не знакомы с творчеством Довлатова, то, мне кажется, именно «Заповедник» — это очень такой хороший порог вхождения в его литературу, потому что там есть юмор, там есть при этом какая-то сюжетная линия, там есть отсылки к классике, потому что все-таки главный герой является экскурсоводом именно в всех Пушгорах и рассказывает про жизнь и творчество Пушкина, и его жизнь как-то немного начинает перекликаться с жизнью Пушкина тоже. И при этом там есть какая-то драма, какая-то соль, какой-то нерв, который позволяет задуматься о жизни, о творчестве, о судьбе и так далее. При этом это абсолютно все равно Довлатовский. Очень смешно, очень насыщенный юмором, насыщенный какими-то понятными для советского, постсоветского человека реалиями, в котором, наверное, каждый может узнать себя. Поэтому книга, конечно же, осени, это Довлатовский заповедник. Приятно было еще и побывать в всех местах, где этот заповедник писался. Мы, конечно же, пришли к тому дому, где жил Довлатов. Такое себе впечатление от этого, грустненькое немножко, но в целом было интересно. Об этом я опять-таки расскажу позже обо всем подробнее. Вторая книга, это, конечно же, будет Пушкин Евгений Онегин. Я была у скамьи, которая считается скамью Евгения Онегина. Была в усадьбе Тригорская, где Пушкин жил, где жили его друзья. Это не его усадьба, это усадьба его друзей. Однако он там очень много времени проводил. Все образы, которые у него есть в Евгении Онегина, всех женщин, это именно образы тех дам, которые жили в Тригорском. Там же стоит скамейка Евгения Онегина. Там же Пушкин проводил очень много времени и писал именно свои разные поэтические произведения. Но Евгений Онегин полностью вдохновлен именно этим местом. И это чувствуется, и это очень забавно. Зная этот текст, ходить по тем местам, где ходил Пушкин, где он вдохновлялся, где он писал свою поэму. И смотреть на это все невероятные красоты места, очень классные. И, конечно, советую, если есть возможность, если есть машина, лучше с машиной, чем без нее. Хотя мы были без нее съездить в Пушгоры и побывать во всех тех домах. Посмотреть на ту природу, шикарнейшую, абсолютно красоты неописуемой, которая окружала Пушкина, и понять, почему так много стихотворений у него именно про природу. Потому что, живя в тех местах, конечно, невозможно на это не обратить внимания. Так что Пушкин, его творчество в целом, Евгений Онегин в частности, это, конечно же, книга «Осень». Евгения Онегина вообще стараюсь перечитывать каждую осень. И, скорее всего, скоро будет выпуск, тоже посвященный именно разбору Евгения Онегина. Коэндэй, так называемый. Еще один фаворит. Естественно, я не смогла побывать в Пушгорах и не забрать с собой хоть какой-нибудь сувенир. Хотя особо такого желания у меня не было. Там было много разных интересных штучек. Но выбрала я для себя чашечку. Сейчас ее распакуем. Выбор был сложный. Ребята, чашечек там разных очень много. И с Пушкиным. И не с Пушкиным. Но я решила, что все-таки лучше всего выбрать вот такую вот кружку, где Давлатов и Пушкин сидят вместе. Это, мне кажется, такое комбо именно пушкинских гор, где существует диалог поколений, диалог писателей. И вот в этой кружечке замечательной этот диалог выражается. Одна из любимых теперь будет моих кружечек. Вот такой вот Пушкин с таким Давлатовым. Ведут о чем-то беседу. О высоком. Наверняка. Тут цитата. «Больше всего меня заинтересовало олимпийское равнодушие Пушкина». Наверное, это цитата из заповедника или просто какая-то Давлатовская цитата. В общем, такой у нас фаворит. Ну что ж, друзья, из Пушкинских гор осенью практически сразу, практически по прямой, мы вернулись в Минск. И в Минске тут уже, конечно, не до развлечений, не до книг, не до путешествий. У нас начался ремонт. Поэтому фаворитом следующим будет кто? Малыш Керхер. Мы купили пылесос, который спасает просто во всех непонятных ситуациях. Если бы не он, то, скорее всего, ремонт бы протекал намного хуже. Пусть у Кости еще и аллергия на пыль и вообще строительная грязь. Никакой пылесос другой ее не возьмет. Только такой рок-н-ролльный парень, как Керхер. Так что, если вы планируете или делаете ремонт, то мой вам совет – сразу запасайтесь этим малышом, который вам точно поможет, точно подсобит и немножко сделает ваш ремонт проще. Хотя, конечно, слово «ремонт» и слово «простата» – они как-то не очень вяжутся. Вот. Но, тем не менее. Не все, что только о тяжелых буднях, правда? Я вам тут, значит, рассказывала про свою любовь к Пушкину, про то, что будет у нас выпуск по Пушкину. Но не только по нему. Будет у нас выпуск еще и по Лермонтову. И почему я об этом говорю? Потому что следующий мой фаворит будет связан именно с ним. У меня очень часто на какие-то ролики, на какую-то творчество сподвигают вообще как-то странно вещи, то есть атрибуты какие-то, одежда часто. Я думаю, как я буду выглядеть в этом ролике и о чем я могу поговорить в таком виде. И мне многие писали в комментариях, что хотят, чтобы я разобрала по полочкам произведений «Герой нашего времени». И я его с удовольствием хочу разобрать. Начала уже вовсю к этому готовиться. Перечитываю произведения, изучаю материал. Но и внешне тоже я начала к этому готовиться. И для этого, наконец-таки, купила галстук-бабочку от моего любимого бренда аксессуаров «Ле помпон». Это такой бренд из Петербурга с очень такими тонкими аксессуарами. Они именно не делают одежду, они делают аксессуары для таких петербургских барышень, можно так сказать. Очень такие изящные, утонченные, просто... И я очень давно хотела от них что-то купить, но как будто бы не было повода, что ли, для этого. И вот Лермонтов, и грядущий выпуск, не знаю, правда, когда он выйдет, как раз-таки стал таким поводом. Так что мы сейчас раскроем с вами вместе аксессуар. Я очень долго этого ждала, он уже у меня лежит, наверное, месяц, а то и больше. Посмотрите. Какая красота, смотрите. С вышивкой, какая-то удивительно красивая, красивый мешочек, который можно использовать потом для чего-нибудь. Итак, тут будет бабочка, в которой я буду вести свой репортаж о Лермонтове. Смотрите, какая красивая. Ой, и открыточка у них тут. Вот, «Ле помпон». Вспоминайте. Это не реклама, это просто дружеская рекомендация. Из Петербурга, с любовью. Подписана открыточка. Ну, и сам аксессуар. Это вот такая вот бархатная штучка. Называется он у них. Галстук-бабочка-трюфель. Конечно, у меня сейчас наряд не очень подходит под это, но в целом, когда увидите меня, рассказывающую про Лермонтова, я буду именно в том луке и в том виде, которому этот галстук-бабочка очень подходит. Очень красивая штучка. «Ле помпон». «Ля пота». «Красота». Всем советую. Не последний аксессуар, который я у них приобрету. Очень мне все у них нравится. Но вот, наконец-то, этой осенью я смогла себе это купить. Нашла причину для покупки. Как раз аксессуары от «Ле помпон» становятся фаворитом этой осени. Ну, а раз речь у нас зашла о красоте и об аксессуарах, то еще один очень классный бренд. Тоже, на который я смотрю очень давно. У них довольно премиум класса. Разные штучки продаются. И, наконец-то, я себе смогла позволить такой браслет очень своеобразный к Новому году. Уже скорее к концу осени, так сказать. Ну, в общем, порадовать себя мерцанием немножко. Это бренд «Омут». У них очень такие своеобразные, очень в тренде всегда украшения разного рода. Это, как правило, металлические какие-то цепочки. У них такие а-ля кольчуги есть очень красивые. Очень красивые кольца, серьги. Очень крутая бежуха, короче. Вот. И долго я на них смотрела. И, наконец-таки, купила вот такую штучку. Вот такая красота слюдневая. Это цепочка из металла и украшения из таких вот слюдневых штучек, сердечек, как видите. Я очень люблю вообще, когда сердечки фигурируют в украшениях. Один из моих любимых значков. Это сердечко, звездочка. Такая вот красота. Я очень спокойно отношусь к браслетам. Но вот этот мне очень понравился. Кажется, выглядит круто. «Омут» тоже абсолютно не реклама. Думаю, что они в моей рекламе не нуждаются. Просто дружеская рекомендация. Очень классная браслетка. И не знаю, как для вас, но для меня осень – это время планирования, планирования, время всяких интересных канцелярских покупок именно блокнотов. И не только осень, зима, конечно, тоже, потому что зимой хочется запланировать себе на год вперед, а лучше и несколько. Хотя у меня это не всегда удается. Но все равно приобретаешь какие-то блокноты, какие-то интересные штучки, чтобы записать в них свои там мастхевы, желания и так далее и тому подобное. Поэтому мы сейчас с вами откроем такую посылку с какими-то красивыми блокнотами, про которые я уже, честно говоря, даже забыла. Но она должна быть топовой. Как раз сейчас увидим, какие-то блокноты выбрала себе для планирования всего своего будущего. Вот, ноутбук for when I'm happy. Такая вот штучка. Когда я счастлив, у меня есть такой записной блокнот. Расписной. Мы упаковали на славу, конечно. Я вообще планировала заниматься английским с этими блокнотами. Такая красота. Белые листы, что я обожаю блокноток, должны быть исключительно белые листы, я считаю. Никаких линеечек, строчечек, ничего. Только белые листы. И я люблю либо среднего размера, либо вот чтобы прям огромный был блокнот. Мне кажется, это удобным, понятным и классным. Так что блокнот номер один. И тут у нас еще блокнот номер два. Тоже должно быть с какой-то воодушевляющей надписью. В коробочке, кстати, можно ничего-нибудь оставить. Надпись Self Love. Ну, почему бы нет? Правильно? Действительно надо себя любить. Вот такой вот красивый тоже блокнот. Это фирма Photobus. Я вообще не знаю, что это за фирма. Просто выбирала на Озоне. У меня показались эти блокноты очень классными и подходящими для моих целей занятия английским или какого-нибудь планинга. Так что берем на вооружение. Так, ну и раз будешь в курсе, что я тут в Минске, да, то, конечно же, фаворитом осени стал книжный магазин Marks. Это сеть магазинов. И магазины, и кофейни. Есть больше кофейни, чем магазин. Есть больше магазин, чем кофейни. В любом случае, это лучший книжный Минска, в котором, конечно же, можно прикупить себе какие-нибудь жутко интересные книжки, чем я, собственно, и занялась. Такая вот чертовски красивая упаковка книжного Marks, и мы сейчас вскроем ее. И что я вам должна перед этим рассказать? Что здесь книги только белорусских авторов. Это была моя задача. Я именно спросила у продавцов Marks, что они мне посоветуют из современной белорусской литературы, чтобы узнать вообще о белорусской прозе как таковой, что пишут интересные люди. Естественно, у них есть целая полочка, и хорошо они разбираются в том, что есть белорусская литература, и кого надо посоветовать. И посоветовали. И сейчас я вам расскажу, кого именно. Тут три книги. Это Татьяна Скоринкина. Yes, мамочка называется. Вот так вот. И это, я так понимаю, белый стих, и вообще, в принципе, всякий стих. Это поэтажно. И мне нравится название. Что-то там будет, мне кажется, неоднозначное, что-то интересное, потому что обложка, значит, на первой странице такая девушка с макияжем как бы дорисованным, без макияжа, что-то такое, да, про личность какую-то, разные грани, может быть, одной лирической героини, не знаю. Но в любом случае поэзия мне интересна, белорусская поэзия тем более. Пишет она на белорусском, тут есть стихи, есть и на русском, то есть такой микс. Так что Таня Скоринкина, будем читать и узнавать, что это такое. Дальше Ева Бежновец «По что идешь в олджа?» Это какое-то исследование про Беларусь, какое-то что-то типа автофикшена и вообще размышлений о Беларуси. И это современная белорусская авторка. Книга написана на белорусском, что тоже вызывает интерес. Она такая небольшая, но мне сказали, что тут будет о чем подумать и поразмышлять. Причем авторка, по-моему, живет сейчас не в Беларуси, в Швеции. Это, к сожалению, для многих обыденности жить где-то не в Беларуси сейчас. Или даже необходимость больше безопасности, к сожалению, чем в родной стране. В любом случае это интересно. И Ева Бежновец почитаем и разумеем, что там такая текавая проза. И последняя книга, которую мне посоветовали, о ней я уже слышала очень много. И даже, по-моему, начинала ее читать, но что-то пошло не так. Итак, это Андруси Горбат, Радива Прудок. По сюжету молодой человек отправляется из города, из Минска, я так понимаю, куда-то в деревню, к своему деду натурально. У деда остался какой-то дом далеко в деревне, без света, без интернета. И он там начинает жить и рассказывает как бы в такой автофикшн, может быть, манере, художественной манере про его приключения в этой деревне и как ему там жилось, что он там делал. И все это с такими белорусскими вайбами, с белорусским каким-то юмором, с белорусской действительностью, что мне кажется жутко интересно. Тут еще и фотосопровождение есть. Такое вот. Обо всех этих книгах я вам буду, конечно же, рассказывать прочитанным, поделюсь своими впечатлениями и обо многих других. Но пока у меня в осенних фаворитах книжный магазин Маркс и те книги, которые там можно приобрести, в том числе и дворусских авторов. Ну раз у нас тут уже пошла такая книжная пьянка и разговоры о книгах и книжных фаворитов, конечно же, к моим фаворитам осени относятся те прекрасные люди, которые приезжают в Минск в гости или просто так в Минск и встретятся со мной и дарят мне книги. Это просто бусечки. Так что, Аня, большой тебе привет и тонну поцелуйчиков. Аня мне подарила две книжки. Одну она сказала, какая это книжка, а вторая сказала, сюрприз, но что-то в таком духе, как Мамлеев и прочая русская черня. Я такая думаю, отлично, да, это именно то, чего мне не хватает. Спасибо, подсобила. Но я думаю, что Аня преувеличивает такой гадости, как Мамлеев просто не существует больше в природе и там что-то наверняка поприятнее. Так что, давайте сейчас раскроем этот черный пакет и узнаем, что там за книга. Даже посмотрите, с бантичком. О, какая красота. Так, первая книга – это «Люди, которые всегда со мной» Нарине Абгарян. Про Нарине Абгарян знаю очень много, ну, в смысле, слышала очень много, но я ее никогда не читала. Все говорят, что это довольно интересная, чуткая, какая-то глубокая литература, заслуживающая внимания. Так что, круто, что она у меня есть теперь в печатном виде и обязательно возьмите в ближайшее время. А вторая, вот эта вот, которую Аня анонсировала, как нечто вроде Мамлеева, называется «Коммунальные конфорки». И написала ее Жанна Вишневская. Это добрая и ранечная, немного грустная книга. Вернет читателей в коммунальные квартиры Питера 60-70-х годов прошлого столетия. За старыми дверями справляются дни рождения и человеческие собачьи свадьбы, делятся, ссорятся, делятся с летними и рецептами на общих кухнях. Соседи приезжают и уезжают, управляются в отпуск и, к сожалению, даже умирают. Книга посвящена любимому городу и моей семье, о которой остались одни воспоминания. Слушайте, мне кажется, это очень классно. Не знаю, я люблю романы про семьи, романы, которые касаются каких-то домов. А коммуналки – это тоже дома, квартиры. И ничего не слышала о Жанне Вишневской, но по задумке, мне кажется, и по описанию, мне кажется, очень классная книга и с удовольствием тоже ее почитаю. Так что вот такие вот фавориты осени у нас тут. Спасибо большое, Аня, за такой подарок. Банецик можно прикрепить куда-нибудь. Ну и раз у нас тут зашла речь про фаворитов книжных, то, ребята, без всяких шуток фаворитов книжным имена осени я назову что? Правила дорожного движения. Одна из причин, почему я поехала в Минск, стала, что я захотела сдать на права. Мне кажется, что в Минске это будет сделать проще, и это займет какое-то время, и это время было решено потратить и на ремонт, и на права. И вот я уже хожу на курсы в Энстерске и учу, учу, еще раз учу правила дорожного движения. У меня, конечно, была мысль сделать обзор на эту книгу, но думаю, что те, кому надо, и сами ее обозрели от и до, вдоль и поперек, потому что это книга, которую нужно просто выучить наизусть, всего-то. Знать от и до, и, конечно, это книга, с которой я провожу сейчас больше всего времени. Она такая вот мягенькая, я с ней плаваю в ванной, я с ней засыпаю, я с ней присыпаюсь. В общем, это действительно полноценный фаворит осени, без шуток. И фаворит осени, который отнимает время у других книг, из-за которого часто на другие книги времени не хватает, потому что, в общем-то, все время я провожу именно с этой маленькой до удаленькой книжечкой. Кто еще такой, ставьте лайки, пишите в комментариях, является ли эта книга фаворитом вашей осени, осени, зимы, весны, чего там угодно. Вот, но у меня является. Как там мои дела будут дальше со сдачей на права, буду вас держать в курсе. И еще один очень такой милый фаворит, который имеет отношение к книжному блогу, и который я очень давно хотела до него добраться и приобрести. И мне кажется, зимнее время это самое такое время, когда как раз можно будет заняться сборкой этого фаворита. И у меня на него планы, я хочу эту штуку собрать и сделать такой тайм-пласс со сборкой, и сделать вообще трейлер для канала. Но посмотрим, как будет идти. И, в общем-то, вот в случае это, по-моему, очень милая вещь, успокаивающая для как раз-таки темных зимних вечеров, не знаю, с семьей, с детьми. И, конечно, там разные есть тематики у этих штучек, но, естественно, мне интересна именно такая. Это книжный магазинчик. По сути, это такой маленький конструктор, в котором есть светильник. То есть, этот книжный магазинчик собирается, вырезается, клеится, все ручками делается, потом подключается светильник и ставится такая прекрасная маленькая книжная комнатка куда-нибудь на книжную полочку. Очень мне это все дело нравится. Я, конечно, буду, наверное, делать, может быть, флобмасс, что-то перед Новым годом, с таким вот новогодним каким-то настроением. И соберу вот эту вот прекрасную коробочку с книжным магазинчиком. Это мой такой фаворит осень. И последний фаворит осени. Уже такой, скорее, зимний оттенок он имеет. Приближаемся мы к зиме, к Новому году. Эти штуки я когда-то показывала на своем старом канале. Они у меня хранились в Минске. И не могли мы ручки до них добраться, потому что именно... Ну, я не в Минске, они в Минске. Ну, а теперь, наконец-то, мы воссоединились. И это подсвечники от мастерицы из Петербурга в виде Гарри Поттера. Не какого-нибудь там другого Гарри. И гермионочки. Не хватает в этой компашке Рона. Как-то я его не докупила. Это было года два назад, что ли, я покупала эти подсвечники. Думаю, что в этом году докуплю, и вся троица будет вместе, как и полагается. А сейчас пока что такие вот милые Гарри и Гермиона. Сейчас мы им ставим свечки. Чтобы уже, так сказать, magic moment к нам пришел во всей красе. Свечки три, как раз таки. Другие, я жду Трона. У меня почему-то, из-за того, что это Гарри и Гермиона здесь у меня вдвоем, у меня это ассоциируется с какой-то... С пятой частью, по-моему, Гарри Поттера, да? Или шестой, где они ходили по лесу. И мародеры там их настигали. И вот Рон куда-то вообще ушел. И Гарри с Гермионой были вдвоем. Вот, что-то из этой оперы. Но это были как раз таки темные времена. Но надо, да, чтобы как-то друзья воссоединялись. И докупить надо будет Рона в эту компанию. Делает эти чудесные подсвечники. Мастерица из Петербурга под ником Ку-Ку. У нее очень классные изделия. Не только эти подсвечники. У нее офигенные лампы, которые я тоже себе хочу. У нее очень классное упрошение. У нее всякие бусики и браслетики. В общем, ребята, это топ. Вот такие вот, друзья, у нас получились фавориты осени. Надеюсь, вас немножко повеселило своими фаворитами. Чем-то, может быть, вдохновило. Что-то интересное из книжного тоже вам рассказала. Очень рассчитываю, что вы хорошо провели со мной время. И не забудете поставить лайк, подписаться на канал, ждать новых видео. И, конечно, поддерживать по возможности, по желанию меня на Boosty. Подписываться на другие мои соцсети. И ждать новых выпусков, которые будут уже посвящены целиком и полностью книгам. Ну а пока я с вами прощаюсь. Классных вам книг и книжных приключений. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok